выглядят именно вот так они очень шустрые вот это вот кровь и видим что в крови точно такая же бактерия друзья приветствую сегодня будет очень интересный эксперимент и многие его ждали часто меня под роликами спрашивали как после мяса или после каких-то других продуктов а могут быть бактерии в крови ведь мы термообрабатываем продукт и там все бактерии погибают так вот на то чтобы посмотреть если в термообработанном мясе бактерии меня сподвиг вот этот вот комментарий у меня убедительная просьба сам я не располагают темнопольным микроскопом меня интересует информация не знаю читали ли вы гюнтер эндерляйн немецкий биохимик который в 1923 году научно обоснованно у него был темнопольный микроскоп в то время слабый гюнтер эндерляйн гастон нисенс редманд раев об этом у меня есть даже видео про них тогда я пытался размотать схему с биопленками сегодня мы тоже коснемся как раз этой темы гюнтер эндерляйна так вот тут пишут что он взял термообработанное мясо я смотрел его и увидел миллион четыреста микробактерий кто не знает есть теория соматидов гидролайн их называл эндобионтами антуан бешамп их называл микрозимами так вот в чем собственно дело когда у людей допустим организм по каким-то причинам сломался работает уже неправильно внутренняя среда нарушена тогда под темнопольным микроскопом подчеркиваю именно под темнопольным микроскопом особенно в то время потому что в темнопольном микроскопе хорошо видны бактерии без подкрашивания потому что сами по себе бактерии прозрачные и даже сейчас в современных лабораториях в крови бактерий не видят то есть если подкрасить бактерии можно увидеть допустим проводились исследования людям давали 40 грамм жира а потом смотрели их кровь на наличие эндотоксинов то есть оболочек грамм отрицательных бактерий об этом у меня уже есть видео не будем здесь останавливаться они очень токсичные но что удобно когда мы подкрашиваем мазок оболочки этих бактерий тоже подкрашиваются и в светлопольном микроскопе можно увидеть эти бактерии но если смотреть светлопольном микроскопе живую кровь то там бактерии практически невозможно увидеть по крайней мере без особой сноровки я-то научился я и хорошо микроскоп настраивал и усиливал программ на контраст и тогда эти бактерии были видны даже на светлопольном микроскопе вот этот микроскоп у меня раньше был хороший микроскоп планохроматические объективы но у него не было темного поля но тем не менее если посмотрите старые ролики даже в светлопольном микроскопе я видел и показывал вам бактерии если вам будет интересно подробнее узнать как бороться с грамм отрицательными бактериями с их биопленками с паразитами на эту тему как раз 14 сентября у меня стартует марафон по ферментам ферментотерапии и ферментации дело в том что ферменты себя очень хорошо зарекомендовали в том числе и в антипаразитарной программе и очищение кишечника от плотных биопленок моем закрытом телеграм-канале ребята на энтузиазме проголосовали за марафон не по голоданию а именно чтоб я еще раз раскрыл тему ферментов и фермента терапии я даже удивлен что разрыв между голосами такой большой но это работает и ребята десятками откладывают свои отзывы и фото отзывы как после ферментов из них выходят большие плотные массы биопленок раньше зожники когда не знали что это биопленки они думали что это все паразиты там вы найдете очень много уникального материала касаемо здоровья ссылка на подписку будет в описании так вот тут меня просят не могли бы вы проверить информацию ну и собственно человек был благодарен кстати пишите не стесняйтесь свои идеи для экспериментов и возможно какую-то вашу идею я тоже возьму и проверю вот как в этом случае сегодня как раз будем проверять этот эксперимент я купил мясо не из дешевого сегмента мраморная говядина что я буду с этим мясом делать я его буду кипятить 2 минуты 15 минут и полчаса и после каждого этапа будем смотреть именно бульон этого мяса под микроскопом остались там еще бактерии или нет и так для начала для сравнения смотрим сырое мясо под микроскопом смотрим что здесь тьма тимущая бактерии вот здесь есть даже что-то похожее на биопленку вот очень здесь хорошо видно вот фазоконтрастном освещении хорошо видно вот преимущественно современных микроскопов что там несколько видов освещения вот моем случае можно проводить фазоконтрастную микроскопию и темнопольную и так здесь максимальное увеличение две с половиной тысячи крат смотрим здесь есть стрептококи много коковой микрофлоры вот здесь колонии мертвых микроорганизмов и так что я делаю я нарезаю мясо мелко добавляю дистиллированную воду ставлю кипятиться после закипания засекаю две минуты как только проходит две минуты я капаю капельку бульона на покровное стерильное стекло и смотрю под микроскопом остались ли там бактерии и так вот так у нас выглядит среда после термообработки две минуты смотрим что бактерии живые есть вот мы видим здесь колонии мертвых микроорганизмов вот вот здесь колонии мертвых микроорганизмов вот можно туда же посчитать их 1 2 3 4 а ну сейчас я переключусь в темное поле и будет лучше видно сколько конкретно вот в этом поле есть микроорганизмов и так вот я переключился в темное поле давайте попробуем посчитать потому что дальше будет легче ориентироваться раз два три 4 5 6 7 то есть грубо говоря увеличение тысячу крат и в видимости электронного окуляра мы видим 7 бактерий давайте увеличим в две с половиной тысячи раз и вот смотрим что некоторые бактерии и вот эти именно диплококи которые состоят из двух бактерий выглядят именно вот так они очень шустрые и вы знаете я кое-что вспомнил вот сейчас мы как раз и обратимся к исследованиям юнтроляйна вот это вот кровь и видим что в крови точно такая же бактерия такие же бактерии энтергюнтроляйн гастон не сенс редмонд раев вот эти вот ученые имеющие темнопольный микроскоп находили такие бактерии вот такие вот бублики так сейчас вот смотрите эта схема гастон не санса а вот здесь схема энтергюнтроляйна что интересно что эти ученые друг о друге не знали но при этом они обозначили практически одну и ту же схему полиморфизма вот этих бактерий то есть они как считали тут эти вот микроорганизмы самые маленькие они потом становились вот этими вот бубликами потом давайте вот здесь удобнее потом они превращались вот в такие вот двойные бактерии которые мы с вами видели на этой схеме у этих бактерий то ли вот разрыв то ли они рисуют вот здесь жгутики вполне может быть даже у них есть жгутики потому что они довольно таки шустрые вот именно вот этот бублик так скажем это я еще давно когда у меня еще был вот тот микроскоп который я вам показывал вот этот вот вот этим микроскопом я снимал светлое поле и тем не менее вы видите что мне удавалось даже с помощью светлопольного микроскопа фиксировать бактерии тема с полиморфизмом мне было очень интересно я действительно по отдельности находил вот такие вот бактерии двойные которые вам показывал вот такие вот формы грибков мицелии на них называли но позже я все-таки выяснил что это не грибки биопленки у меня есть отдельно материал который так и называется полиморфизм или биопленки настоятельно рекомендую посмотреть это видео чтобы понимать о чем идет речь но сегодня не об этом вот вот эти вот двойные бактерии они их назвали двойные споры часто можно встретить в крови вот очень наглядно здесь это видно вот здесь клетки крови а вот это вот двойная бактерия которую они называют двойные споры ну и собственно вот эта бактерия после термообработки в мясе то есть я могу совершенно точно сказать что вот это в крови именно вот эти вот микроорганизмы которые живут в мясе гнилостные эти бактерии патогенные это уже другой вопрос факт что мы видим одни и те же микроорганизмы которые способны попасть из кишечника нам в кровь так с этим разобрались ну что ж далее я смотрю остались ли микроорганизмы в мясе после варки 15 минут собственно вот так у нас выглядит бульон мясной который мы варили 15 минут вот смотрим двойные бактерии и здесь может показаться что бактерии стало не меньше может быть даже больше давайте мы сейчас почитаем 1 2 3 4 5 6 7 8 то есть в поле видимости уже 8 бактерий и кому-то может показаться что их стало даже больше но как же неужели они размножаются при термообработке но не пугайтесь я поставил большой огонь и бульона наверно процентов 30 выварилась соответственно среда стала более концентрированная и концентрация бактерий в одной капле естественно получилось больше вот кстати тоже интересный момент если обратите внимание какие-то кристаллы появились вот под большим увеличением смотрим эти кристаллы что конкретно здесь кристаллизовалась возможно жир возможно какие-то другие микроэлементы но смотрим что микроэлементы которые находятся в мясе очень сильно меняют свою молекулярную структуру но практически до неузнаваемости и так проходит полчаса мясо варится вовсю я также беру каплю половина жидкости выварилась и смотрим что концентрация бактерий стала еще выше то есть те бактерии которые были изначально после двух минут они все остались они не погибли то есть бактерии не стало больше но их и не стало вообще меньше я сразу не сообразил я не знал что будет так надо было мне доливать дистиллированную воду в любом случае понятно что двух минут хватило чтобы уничтожить 99 процентов бактерий но мы видим что пару штаммов бактерий спокойно себя чувствуют и выживают при термообработке мы видим что они даже очень хорошо выплясывают более того я вам покажу что они даже после этого и размножались вот уже видим кристаллические образования посмотрим вот эти вот шустрые двойные бактерии я специально знаете что сделал я оставил на минут 15 этот субстрат наблюдал за бактерией и смотрим что вот эти вот двойные бактерии стали размножаться то есть из одной бактерии появлялись такие же двойные бактерии потом они разъединяются и собственно из каждой бактерии также могут появиться вот такие вот двойные бактерии то есть они после этого еще спокойно и размножались после термообработки полчаса причем варил я действительно очень серьезно на самом деле это никакая не конспирологическая ситуация потому что действительно я находил исследование еще мельче бактерии на них назвали на на бактерии тоже подвергали термообработки и они выживали там вообще были интересны бактерии минерала образующие то есть их биопленки состояли из кальция и вот и ученые когда узнали их свойства предположили что они могут быть виновниками камней в почках и проблемами с суставами ну что ж на этом не заканчиваем естественно чтобы добро не пропадать я это мясо съел и посмотрел свою кровь под микроскопом об этом будет следующий ролик там тоже все интересно но не удивительно тоже будет интересный эксперимент а если вам этот эксперимент понравился напишите интересно ли вам будет узнать грамм отрицательные это бактерии или грамм положительные если будет много желающих я эти бактерии подкрашу по грамму и посмотрю они грамм отрицательные или грамм положительные напомню что чаще всего грамм отрицательные бактерии являются патогенными именно их оболочки липополисахариды очень токсичные для нашего организма а на этом все еще увидимся